Блок аэродинамических труб Т-102 и Т-103 ЦАГИ Авиация блока аэродинамических труб Т-102 и Т-103 ЦАГИ В конце 1937 года, после завершения основных пусковых и наладочных работ, в Центральном аэродинамическом институте ЦАГИ, были сданы в эксплуатацию две аэродинамические трубы малых скоростей Т-102 и Т-103. В 1932 году. Начальник ЦАГИ НМ. Харламов утвердил генеральный план строительства нового ЦАГИ первой очереди натурные аэродинамические трубы самолетную Т-101 и винтовую Т-104. В дальнейшем, учитывая исключительную сложность создания этих объектов, руководством института было принято решение о строительстве блока пилотных, или модельных, труб. Именно с такой целью создавались от Т-102 и Т-103 прототипы Т-101 и Т-104. Накопленный в процессе освоения малых дозвуковых установок научный опыт послужил основой для создания блока больших труб ЦАГИ. Однако одной лишь репетиционной ролью дела не ограничилась установки в дальнейшем стали использоваться для исследований достаточно крупных моделей летательных аппаратов с размахом крыльев до 2,5 метра. Рабочие части малых установок имеют эллиптическое сечение с размерами осей 4 и 2,33 метра. Максимальная скорость потока составляет 50 метров слэш-с. Основное назначение от Т-102 и Т-103 исследования аэродинамических характеристик самолетов на режимах взлета, посадки и малых скоростей полета. Эти установки оснащены современным оборудованием, позволяющим исследовать продольные и боковые аэродинамические характеристики летательных аппаратов в широких диапазонах углов атаки и скольжения, эффективность органов управления, влияние струй реактивных и винтовых двигателей, распределение аэродинамических нагрузок на элементах самолета. В АТ-103 выполняются исследования нестационарных аэродинамических характеристик динамически подобных и аэроупругих моделей летательных аппаратов, а также изучаются особенности их обтекания с помощью различных методов визуализации. Сегодня Т-102 и Т-103 являются непременными участниками разнообразных экспериментальных исследований в ЦАГе. Это одни из самых экономичных и производительных дозвуковых аэродинамических труб института, которые востребованы как отечественными, так и зарубежными разработчиками авиационной техники. ГГЛ